Всем привет! Сегодня мы вместе с вами вырастим красивые кристаллы из смеси двух солей, а именно хромокалиевых квасцов и алюмокалиевых квасцов. Оба данные соединения я получал сам, видео можно найти на моем канале. Ссылочки я оставлю в подсказках и в описании. Поскольку вещества у меня довольно крупнокристаллические, особенно алюмокалиевые квасцы, я предварительно их измельчу в ступке. В измельченном состоянии, особенно хромокалиевые квасцы, выглядят иначе. Они уже не такие черные, как были в начале, они такого вот, интересно, фиолетового цвета. Чтобы приготовить раствор, я возьму данные вещества в отношении 1 к 5. С пропорцией можно играться. Если вы хотите кристаллы потемнее, то берете больше хромокалиевых квасцов, если попрозрачней, то алюмокалиевых. Для того, чтобы приготовить примерно 200 мл раствора, я взял 8 г хромокалиевых квасцев и в 5 раз больше, то есть 40 г алюмокалиевых квасцев. Далее берем какую-нибудь термостойкую емкость и засыпаем оба наши вещества. Далее оба вещества можно слегка перемешать. На такое количество вещества нам потребуется примерно 200 мл горячей воды. Это примерно 1 одноразовый стаканчик. В полученную смесь наливаем нашу горячую воду и все это быстро-быстро перемешиваем. Далее полученный раствор фильтруем в одноразовый стаканчик. Из него потом будет проще достать затравки. Фильтровать можно при помощи обычного кофейного фильтра. Мы получили темно-зеленый раствор и теперь оставляем его на одну ночь. Сверху можно накрыть обычной салфеткой, чтобы в него не попадала пыль. Прошел один день. У нас растворы слегка отстоялись. У меня отношение веществ к количеству раствора подобрано так, что из него могут кристаллы и не выпасть. В таком случае кидаем туда маленький кристалл и они начинают выпадать. Это у меня произошло в данном стаканчике. Здесь у нас кристаллов до сих пор нет. Ну а сюда я попросту закинул маленький кристалл. И здесь на дне у нас есть маленькие кристаллы. Если у вас раствор прозрачный и не требует фильтрации, то его можно просто перелить в новый стаканчик. На дне стаканчика у нас образовались фиолетовые кристаллы. Давайте теперь их аккуратно перенесем в другую емкость, чтобы можно было выбрать подходящую затравку. Из полученных кристалликов выбираем один красивый маленький монокристалл. В моем случае это будет вот такой небольшой кристаллик. И затем цепляем его на леску. Привязанный маленький кристаллик мы опускаем в раствор и оставляем расти на некоторое время. Оставшиеся кристаллики можно собрать в какую-нибудь небольшую баночку. Из них в будущем можно приготовить еще раствор. Прошла одна неделя. Если за это время на дне стаканчика у нас выпадают маленькие кристаллы, то сверху сливаем раствор в чистый стаканчик, после чего опускаем туда нашу затравку. Ну а наш кристаллик на данный момент сейчас выглядит так. Спустя две недели кристалл еще немножко подрос. Прошло два месяца. Раствора у нас осталось совсем чуть-чуть. И настало время подготовиться ко второй фазе выращивания кристалла. На данный момент наш кристаллик выглядит так. В итоге у нас получился довольно темный кристалл. Можно брать меньше хромокалиевых квасцев, или можно выращивать кристалл меньшего размера. Выглядит все равно это довольно красиво. И на просвет он выглядит так. Пока что возвращаем наш кристалл назад и его раствор. Ему там предстоит находиться еще один день. Ну а далее нам понадобятся опять алюмокалиевые квасцы. Для приготовления раствора я взял 45 грамм алюмокалиевых квасцов и 150 миллилитров воды. Как только мы закипятили нужное количество воды, пересыпаем наше вещество в какой-нибудь термостойкий стакан или другую посуду и заливаем горячей водой. Как только наше вещество полностью растворилось, мы его фильтруем через обычный кофейный фильтр. Как только раствор готов, опять оставляем его на один день и накрываем от пыли салфеткой. Прошел один день, у нас выпали кристаллики на дне стакана, и мы, как и в прошлый раз, просто переливаем раствор в новый чистый стаканчик. Те кристаллики, которые у нас выпали на дне стаканчика, оставляем, они нам в будущем еще пригодятся. Итак, настало время заняться нашим кристаллом. Достаем его из раствора и вытираем обычной салфеткой. После того, как кристалл высушили, берем наш новый раствор и просто опускаем кристалл в него. Ну а теперь ждем, пока наш кристалл продолжит расти, но уже в этом растворе. Прошло две недели, и давайте посмотрим, что у нас происходит с нашим кристаллом. Он сейчас еще немножко подрос. На нем очень не спеша нарастает прозрачный слой. Не спеша, потому что кристалл уже довольно крупный, и чем крупнее кристалл, тем медленнее он начинает расти. Поэтому оставляем кристалл расти дальше. Настало время завершить выращивание нашего кристалла. С момента начала его роста у нас прошло 4,5 месяца, и именно поэтому у нас так давно не было кристаллов. Давайте достанем и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Полученный кристаллик можно теперь отрезать от лески. Однако, это еще не все. Если вы часто смотрите мои видео, то обращали внимание, что я часто выращиваю не один кристалл, а несколько. Так случилось и сейчас. Новый кристалл я начал выращивать тогда, когда начал наращивать прозрачный слой на этом. И что у нас в итоге получилось? У нас есть более маленький кристалл, и выглядит он так. Помните, что цвет кристалла можно регулировать. А именно, в начальную смесь мы добавляем меньше хромокалиевых хвостов и больше алюмокалиевых. Тем самым кристалл у нас получится светлее. Если хотите, наоборот, темнее, добавляйте больше хромокалиевых. При этом цвет также можно регулировать размером кристалла. Если хотите светлее, соответственно, кристалл будет меньше, и темнее, соответственно, кристалл будет больше. Однако, помните, что кристаллы растут не очень быстро, потому что растворимость у данных веществ не очень большая, и это займет много времени. Ну а на этом мы сегодня и закончим. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова